Я скажу, что сделать, чтобы нарциссам стало с вами некомфортно. Итак, что нужно сделать? Сломать сценарий. Нарцисс затягивает в свои игры темного зазеркалья, где он там рулит театром. Не давайте туда себя втянуть. Нужно сломать ему сценарий. Как вы помните, нарциссы, абьюзеры, тираны и психопаты, они очень предсказуемые на самом деле. Если вы ломаете сценарий, то вы его сбиваете, и игра уже идет по вашим правилам. Он теряет контроль над ситуацией. Потеря контроля выбивает нарцисса из равновесия. Дальше. Не давайте реакцию, на которую рассчитывает нарцисс. Страх, смущение, сбить, стыд, вина, заставить сомневаться. Не давайте. Ему будет некомфортно, потому что вы не даете эту реакцию. Ему же нужен ресурс, пища. А вы реагируете неадекватно, а вы... Или... Или можно и силовуху применить. В зависимости от того, какая у вас суперсила, что вы можете, что не можете. Дальше. Заставить играть нарцисса по вашим правилам. То есть заставить считаться с собой. Что? Я есть? Есть мои границы? Хочешь коммуницировать? Считайся. Не хочешь? Иди куда подальше. Если вы заставляете нарцисса считаться собой, ему будет с вами некомфортно. А когда им некомфортно, они уползают, улетают, сваливают. Но они просто уходят, потому что с вас нечего взять. Ищут более легкую жертву. Дальше. Выйти из токсичного поля нарцисса, куда он пытается втянуть вас, чтобы вами управлять. Он создает такой морок, дурман, вас туда затягивает, бьет по болевым точкам. Надо понимать, что у всех нас есть слабые места, но если вы, конечно, не ангел. У ангелов их нет, они совершенно уже в своем свете. Он пытается втянуть и управлять. Здесь очень важно, друзья мои, включать осознанность. Многие мы там что-то идем, по инерции не высусть, плывем, да, такие, знаете, на подсозналке. Когда мы включаем осознание, мы встаем в позицию наблюдателя. Мы наблюдаем, трезво оцениваем ситуацию. Нами невозможно управлять уже, да, и за наш счет невозможно самоутверждаться. А нарциссу же нужно это управлять. Нами самоутверждаться. Есть ресурс. И нарциссу будет некомфортно. Поэтому навык включать осознанность внутреннего смотретья, он очень ценный. Если, допустим, ваша свекровь, нарцисс, мать, коллега, или там, ну вы не можете пока не общаться, да, тренируйте эти навыки, и нарциссу будет с вами просто некомфортно. Он будет от вас сваливать. Дальше. Не позволяйте газлайтинг. Очень популярная тема газлайтинг. Он меняет вам реальность. Черное – это белое, белое – это черное. Стоите на своем, если вы уверены в своей правоте. Если чувствуете, что поплыли, выйдите, возьмите паузу. Если телефон, прервите коммуникацию. Если находитесь вот в офлайн, выйдите, возьмите паузу. Подумайте, они же запутывают. Так действуют и различного рода мошенники. Их цель – сбить вас, чтобы прогнуть на то действие, которое им нужно. Но когда вы твердо стоите на своем, вот как это волны об скалу разбиваются, нарциссу будет с вами некомфортно. И если это свекровь, нарцисс, или какая-то родственница, или, допустим, коллега, сотрудник, ну не можете вы там уйти из фирмы, или когда-то приходится коммуницировать, вы можете сделать так, чтобы нарциссу с вами стало некомфортно. И вроде бы и ни при чем, чтобы с мужем конфликтов не было. Но нарциссу просто будет некомфортно. Дальше. Нужно выключить хорошую девочку или хорошего мальчика. Это такие угождалки, терпелки, всем должны угождать, быть хорошими, не злиться, не возмущаться, не обижаться, не конфликтовать ни с кем. Хотя нормальный конфликт, без мордобоя, от отстаивания интересов, можно и злиться, и обижаться, и испытывать эмоции, которые являются очень важными сигнальными флажками. Обида, например, может вопиять справедливости. Возмущение, злость может говорить о том, что ваши границы нарушают, что человек вас пытается уничтожить или вас пытается поесть. То есть правильно интерпретировать эти эмоции. Поэтому выключать надо удобных, хороших девочек, мальчиков. Дать понять, что с вами его штучки не пройдут. Когда нарцисс видит, что его манипуляции на вас не действуют, ему будет с вами некомфортно, и он просто рассасывается. Дальше. Говорите честно и прямо. Я против всяких вранья и манипуляций. Правда, она разрывает камни раздания и фонит силой, как царство тенебесное Баодров. Сила реально в правде. Вначале было слово. В правде заключена огромная сила. Но, конечно, не ты, свинья, сволочь, скотина, дряй, не мрайся, матерные слова. Нет, конечно. Именно сила слова. Правда, как есть. Я с сообщениями. Ты ведешь себя некрасиво. Ты меня обижаешь. Ты оскорбляешь. Ты на меня давишь. Вы устраиваете мне газлайтинг. Вы ведете себя психологически некрасиво. Прямо честно, вы меня обманываете. Вы меня пытаетесь обмануть или подставить. Вы ведете себя невоспитанно. А почему нет? Взяли честно и прямо сказали. Люди охреневают просто от этой порой честности и прямоты. Особенно, если у вас изнутри идет ваша сила. Вместе с эмоциями, с реакцией тела и с духовной силой. Дальше. 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 Не зависеть от чужого мнения. Опираться на себя. Нарциссы же на этом ловят. Что вы там не хотите конфликтовать, со всеми иметь мир, быть хорошей. И это классно, не хотеть конфликтовать и с людьми иметь мир. Но со злом компромиссов быть не может. Если человек психический террорист. Если он вампир энергетический. Если он провокатор. Если он пришел разрушить ваш дом души. Отнять у вас мир. Вы имеете право защищаться. Любым способом, который не противоречит уголовному кодексу нашей страны. Не зависеть от чужого мнения. Опираться на себя. Ой, нарциссы таких на дух не выносят. Вообще, если вас на дух не выносят нарциссы и психопаты. Значит, с вами все в порядке. А вот если они что-то про вас хорошее говорят. Ну, тогда вопрос задуматься, что с вами происходит. Не зависеть от чужого мнения. Опираться на себя. Это сильная личность. Устойчивая личность. И очень сложно ею манипулировать. Практически невозможно. Втянуть какие-то сомнительные предприятия. Что-то пропихнуть, продать. Воздействовать вплоть до темного гипноза. Вплоть до такого нехорошего боевого НЛП. Я не говорю, что НЛП плохой. Это просто инструмент. Но ведь его можно использовать. И во зло, как любые вообще практические методики. Тот же гипноз. Можно исцелить душу. А можно гипнозом устроить мошенничество. Дальше. Чтобы нарциссу было с вами некомфортно, научитесь защищать себе свое мнение, свои права, свои границы, свою семью, свой дом, свое дерево, своих котов. Позвольте себе быть плохим. Для нарциссов, для вообще токсичных людей, для окружающих. Ну, позвольте быть плохим. Да, им будет с вами некомфортно. Да, и такая плохая, неудобная. Я невкусная. Если вы бесите токсичных людей, вы все делаете правильно. Конечно, тут главное не уйти в другую крайность. Не одеть себе на голову корону. Там все бабы как баба, а я королева. Да, конечно, это другая крайность. Она тоже деструктивная. Держать баланс. Если нарцисс сказал про вас что-то хорошее, что-то явно пошло не так. Ну, или он пытается манипулировать. Когда нарцисс поймет, что с вами невозможно управлять, что вами невозможно манипулировать, ему станет некомфортно. Он сольется, исчезнет из вашей жизни. Не пропадет желание с вами связываться. Ну, а если вам не хватает сил, поддержки, если нарцисс перверзный, хардовый, если это больше психопат, их иногда не различишь, то вы можете себе всегда найти тренера, найти поддержку. Ну, вот как я, допустим, захотела заниматься самообороной, и мне уже скучно было в спортзале, я нашла себе тренера, и за два месяца у меня такие результаты. Я таких за несколько лет не видела. Мне с ним классно, конечно, тренер, чтобы был хороший тренер, и вы с ним совпадали по энергии. Ну, найдите себе такого психолога, коуча, психотерапевта, который вам поможет прокачать эту силу, и нарциссу станет с вами некомфортно. Вообще, когда спрашиваете, что делать, чтобы их не притягивать, прокачать себя, проработать, и токсичные личности просто исчезнут из вашей жизни. А если они и будут пытаться к вам сунуться, то здесь, где сядешь, там и слезешь. Под видео описание программы, которую я сделала, раскрытие вашей персональной суперсилы, сверхсилы, которая является самой лучшей духовной, душевной защитой от любого манипулятора, нарциссы и тирана. И именно раскрыть вашу силу. В этой программе именно индивидуальный экологичный подход, потому что вот многие онлайн школы курса, они прямо людей перемалывают. Вот будь такой сильный, да, по мужской энергии. Я против этого, я сама под это перемалывание попадала. Я за то, чтобы найти ваши элементы силы. У каждого своя, у кого-то духовная, кто-то мистик, кто-то творец, кто-то воин, кто-то шут, кто-то архетип мудреца. У каждого это своя сила. И раскрывать ваше, не ломать вас под какие-то системы, именно экологично. Это самый короткий путь к раскрытию внутреннего потенциала. Описание под видео и комментарии, как всегда, пишите. Почитаю.